Начинаем третий семинар цикла «Инструкция к применению. Механизмы и практики вовлечения граждан». Передаю слово Наталье Житковой. Пожалуйста. Я всех рада приветствовать. Сегодня мы продолжим говорить о вовлечении граждан в процесс принятия решений, связанных с городским пространством. И сегодня мы будем говорить о более таких конкретных вещах. Но я бы хотела просто немного откорректировать. Сегодня у нас с вами две встречи. И первую встречу я все-таки хотела бы посвятить диалогу нас с вами. Сейчас секундочку настрою, чтобы было видно и вам было видно. Надеюсь, видно мою презентацию. Все хорошо. Я, наверное, все-таки начну с диалога между муниципалитетом и гражданами. И мы сегодня с вами обсудим несколько вопросов, которые связаны и вращаются вокруг такого концепта, важного для формирования эффективной политики. Этот концепт мы называем доверие. И вот моменты, связанные с тем, как коммуницировать, какие барьеры существуют и как создать максимально комфортные условия, чтобы информация циркулировала от граждан, между гражданами и представителями муниципальной власти. Вот эти вопросы, собственно говоря, мы с вами сегодня немного и обсудим, осветим. Конечно же, за час довольно-таки сложно обсудить такую обширную тематику, но тем не менее мы завершим, я надеюсь, такими практическими инструкциями, как повысить качество циркуляции информации, чтобы это привело к эффективному диалогу, чтобы это создало атмосферу доверия. Интересный момент, на который я хотела обратить ваше внимание, конечно, это то, что, опять-таки, этот концепт не взят с потолка, да, допустим, концепт доверия, это то, что постоянно встречается, опять-таки, в политическом дискурсе, да, в политической повестке дня существует этот концепт. Так, допустим, если мы с вами посмотрим на февраль 2021 года, то мы с вами увидим, что, опять-таки, президент Российской Федерации, он издает указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. И первым пунктом там будет идти доверие, доверие, которое формируется у граждан, да, и мы от этого концепта, опять-таки, как и концепта вовлечения граждан, никуда деться не можем. И тут очень интересная картина складывается, да, вот когда мы говорим про доверие, хотелось бы понять, а что это, когда мы опускаемся на уровень, да, максимально близкий к повседневной жизни людей, когда мы говорим про уровень, максимально близкий к городскому именно управлению. И что мы с вами здесь видим, мы видим очень интересную картину, да, доверие, диалог между гражданами и муниципалами, он имеет очень специфические черты. Вот, как минимум, когда мы говорим про диалог, да, обе стороны диалога должны быть готовы к коммуникации, должны быть готовы к некоторым определенным действиям. И тут я хотела, опять-таки, обратиться к нашему Всероссийскому центру исследования общественного мнения. И тут очень интересная картина с вами можно наблюдать. К примеру, вот мы говорим про вовлечение граждан, готовность их коммуницировать с местными властями. В общем-то, цифры показывают следующее, что, как, собственно говоря, мы с вами предполагали, вот повального желания, да, всеобщего желания вовлекаться в процесс принятия городских решений мы с вами не наблюдаем. И более того, вот вы сейчас видите на слайде результаты одного из запросов, это 2021 год, на самом деле, довольно-таки свеженький опрос. Вопрос был связан напрямую с инициативным бюджетированием и опрос, опять-таки, это по всей Российской Федерации. И там очень интересные цифры, связанные с тем, что около 56% граждан не готовы участвовать в распределении муниципального бюджета. Это только 43, там, с десятками готовы, да, вовлекаться в это инициативное бюджетирование, связанное с финансами. И что интересно, готовность выражают в большей степени мужчины, чем женщины, к примеру, да, более готово население больших мегаполисов. Допустим, Санкт-Петербург показывает 48% в отличие от всей картины по России. Но самое интересное не это, самое интересное то, что готовность выражает одни группы населения, а показывает практика, вовлеченная и вовлекаются совсем другие группы населения. Допустим, вот эти цифры нам показывают, что в большей степени готовы женщины, мужчины, простите, вовлекаться в этот процесс, потому что 61% женщин не хотят, а 50% мужчин всего лишь не хотят, да. А по факту оказывается, что женщины чаще принимают участие в этих проектах, чем мужчины, например, и так далее. То есть готовность и реальное вовлечение, это совсем разные картины. Тем не менее, мы с вами видим, что около половины населения, да, но около плюс-минус, готовы вовлекаться в эти процессы. Самое интересное другое, мы с вами если посмотрим точно такие же исследования, но более прицельно взяты, когда опрашивались жители, сравниваются два кейса, это не Санкт-Петербург, но тоже очень интересная показательная цифра для нас с вами. Сравнивается Москва и Томск, опять-таки это в ЦУО, да, и задавался вопрос, вы готовы лично принимать участие в изменении города, то тут мы с вами видим интересную картину, да, что цифры, да, показывающие, что готовы вовлекаться, да, в Москве выше и связаны с некими другими формами участия, да. И как раз в другие формы участия мы можем гипотетически предположить, что это те самые формы вовлечения, о которых мы с вами говорим, потому что выше перечисленные это совсем не те формы участия. И мы, если посмотрим следующий вопрос в ЦУО, то мы с вами увидим другую картину, еще более интересную, да, кого бы вы довели представлять ваши интересы. И тут возникает та самая группа, о которой мы с вами все время говорим, да, инициативная группа жителей побеждает в вопросах городского управления, да, доверяет представлять интересы именно инициативной группе жителей, да, не каким-то структурам, не каким-то институтам, а именно группе. И в этом я вижу большой потенциал, да, потенциал решения вопросов местного значения именно с вовлечением граждан. Поэтому особенно интересно и важно становятся вопросы того, как выстраивать диалог, как выстраивать эффективный диалог между структурой муниципальной власти и между гражданами. И опять-таки возникает множество разных вопросов, да, когда мы говорим об этом. Мы с вами говорим, в первую очередь, конечно, про диалог, да, диалог, который осуществляется в определенных ситуациях. И первый вопрос, чем мы с вами, когда обсуждаем все эти темы, всегда говорим, по большому фету, про три основных вопроса. Когда вовлекать граждан, сказать, кого вовлекать, кто должен в этом участвовать и как, да. Вот немножечко про поводу когда. В каких случаях действительно имеет смысл вовлекать граждан? В первую очередь, это кейсы, случаи, проблем, связанных с городским управлением, когда действительно граждане могут повлиять на процесс принятия решений. Когда реально они могут увидеть, что их участие приводит к неким либо альтернативным проектам, либо граждане корректируют те проекты, которые есть. То есть есть реальная возможность на что-то повлиять. Вот в этих случаях действительно можно привлекать граждан. И должно быть решение четкое представление, куда можно допускать граждан к решению каких-либо вопросов, куда нельзя, да. Понятно, что есть вопросы, которые вне компетенции обывателей, да, в хорошем смысле слова, как я вчера уже говорила, а вот граждан, граждан, которые далеки от каких-либо политических процессов, да. Когда-то бывший министр экономики Российской Федерации в 80-х годах начали, когда он говорил, что как раз вот вовлечение граждан, конечно, не панацея всех бед, да. Почему? Потому что некоторые проблемы действительно должны решаться в рутинном, в таком обыкновенном порядке, да, в системном порядке, да. Когда обсуждаются не вопросы у устройства, там, на какой-нибудь красивой территории, обсуждаются вопросы подчинителей, там, дорогу, канализацию, выдаем и так далее. Это, конечно, ужасный выбор, и мы, конечно, говорим, в первую очередь, не об этих вопросах, не о повседневных, да, не о рутинных, конечно, вряд ли мы с вами заделаем активную такую позицию, видим граждан, которые бы решали вопросы, связанные с повседневными какими-то вещами, которые решаться должны в системе. И нужно еще учитывать, есть ли возможность у муниципалитета реально выслушать граждан и учесть их мнение при принятии решения. То есть, еще раз повторюсь, да, у граждан должен быть реальный выбор, что-то изменить, есть четкое понимание того, куда можно допускать граждан к решению каких вопросов, а куда нельзя, и есть возможность действительно выслушать мнение граждан, граждан, и, собственно говоря, уже в этой ситуации, да, допускать их к процессу принятия решений, связанных городским управлением. Что касается представителей муниципалитета, безусловно, когда мы говорим про самый близкий к жизни граждан, граждан, уровень власти, когда мы говорим про муниципалитеты, мы говорим о целом ряде сложностей, с которыми сталкиваются представители муниципалитета. Еще раз повторю, что вы, безусловно, гораздо больше меня знаете и можете рассказать о том, какие сложности, какие там преграды существуют на пути реализации поставленной вам цели. Во-первых, конечно, это множество обязанностей, множество функций и эти часто огромное количество обязанностей и функций, которые возлагаются на муниципалитеты, не коррелируют, не связаны с наличием хороших кадров, которые эти все функции могут реализовывать. Когда мы говорим про недостаточное финансирование деятельности муниципалитетов, безусловно, это тоже является проблемой, мы все с вами знаем, как формируются бюджеты муниципалитетов, от каких факторов это зависит, не всегда это зависит от самих муниципалитетов. Когда мы говорим о высоком уровне регулированной деятельности муниципальных, представительства муниципальной власти, причем здесь речь идет про то, что действительно уровень отчетности бюрократически очень высокий, и здесь вовлечение граждан в процессы совершенно не облегчает. Нельзя сказать, что это обременение, но это особенности реализации муниципальной власти. Но тем не менее мы говорим о том, что чрезвычайно важна такая категория, как доверие гражданам к местным властям. Это влияет на множество показателей работы муниципальной власти. Доверие граждан, лояльность граждан. И тут очень интересный момент, собственно говоря, связанный с доверием. Когда мы, как исследователи, разбираемся с доверием, то мы используем различные концепты, совершенно классические концепты, которые используются в политической науке. Это, допустим, разначально Чикарской школы. Роберт Парк разделял два уровня городской жизни. А мы с вами говорим про доверие, в первую очередь, к городской жизни. Мы говорим, что с одной стороны, мы очень сильно конкурируем за ресурсы, за выживание в городской среде, потому что у нас очень высокая плотность населения. Мы конкурируем за одни и те же дороги, за одни и те же парки и так далее и тому подобное. А с другой стороны, в городах у нас высокий уровень согласованности действий. Почему? Потому что мы вынуждены договариваться. Мы живем в ограниченном пространстве. Мы локализованы на ограниченном пространстве. И здесь в этой ситуации очень интересная картина складывается, что важно при договорных процессах вот это то самое доверие, которое позволяет все-таки достигать определенных компромиссов. А вот как они достигаются и что необходимы, какие механизмы необходимы, мы с вами с вами, кажется, и обсуждаем, собственно. Мы с вами уже говорили вчера о том, что часто горожане игнорируют выборы, особенно муниципальные выборы, игнорируют институт общественных слушаний и так далее. Но когда поднимаются вопросы, связанные с их повседневной деятельностью, касающейся соседней площадки, парков, в котором они гуляют, лумбы на соседней какой-то территории и так далее, здесь мы видим, что гораздо выше активность горожан. И тут очень интересный вопрос. Горожане вступают в диалог, конечно, не только с представителями муниципалитета, муниципалитет вступает в диалог с горожанами, но также горожане вступают в диалог друг к другу. И как он строится, и почему этот диалог не всегда возможен. Вообще, конечно, когда мы говорим про доверие, есть такое действительно очень интересное исследование, которое показывает, что постоянно происходит мониторинг уровней доверия к разным уровням власти, институтам власти в Российской Федерации. Очень интересная картина, связанная с местными органами власти, в том числе и муниципальными. Казалось бы, когда говорим про разную степень доверия, нам кажется, что к вышестоящим структурам у нас больше доверия, чем к тем структурам власти, которые находятся рядом. Но это не так. Допустим, местным органам власти по результатам этих вопросов доверяют гораздо больше, чем Совету Федерации или банкам, или даже парламент проигрывает национально нашим по сравнению с муниципальной властью. То есть здесь есть определенный такой запас, потенциал, который можно реализовывать в какие-либо проекты. Что еще важно? Если мы говорим про доверие, которое складывается из нескольких параметров, то мы с вами должны сразу задаться вопросом, почему оно исчезает, это доверие. И тут опять-таки нам исследование показывает, что доверие понижается очень сильно на муниципальном особенном уровне, на уровне городского управления, когда мы говорим про качество предоставляемых услуг, публичных услуг и благ. Как только качество низкое, доверие падает. Особенно важно даже не результат данных услуг, а процесс их получения. То и отношения со стороны представителей власти, то, как разговаривать с людьми, то, насколько прозрачный процесс получения этих благ и ресурсов, и так далее. И очень важно в этой ситуации, конечно, использовать различные механизмы, которые позволяют этот процесс сделать максимально доступным, прозрачным для горожан. Так вот, доверие действительно уникальное явление, и оно связано с несколькими параметрами. Вот сейчас вы видите на слайде некоторые из этих параметров. Допустим, в первую очередь связано с чувством безопасности. Чем больше вы доверяете вашему визави, чем больше вы доверяете структуре, с которой вы пересекаете, тем больше вы доверяете чиновнику, депутату, представителю НКО, представителю любого другого учреждения или института, тем в большей безопасности вы себя чувствуете. И тут очень важный момент. Когда мы говорим про эту безопасность, откуда она возникает? Это, конечно же, прозрачность информационных потоков, доверие строится на максимальной информации и на прозрачности этой информации. И с другой стороны, доверие строится на таком социальном капитале. Когда мы говорим про социальный капитал, мы говорим про связи, горизонтальные связи. Чем больше этих связей, тем больше доверия, тем больше чувства безопасности. Очень интересное исследование проводили представители агентства на стратегических инициатив. Они провели исследование, которое показало, что вот это доверие можно строить очень недорогими способами при помощи различных онлайн-ресурсов. Это такая исследовательская группа, которая называлась «Будущие города. Города как территория доверия». Международная даже была группа исследователей. И это я на конференции, даже не знаю, сколько они публиковали этот результат, но очень интересные результаты связаны с тем, что цифровые инструменты существуют, которые позволяют поддерживать это доверие. По большому счету, когда мы здесь говорим про эти цифровые инструменты, то различные городские приложения, которые мы с вами наблюдаем, которые сейчас функционируют в большом количестве, они как раз и являются инструментом формирования вот этого доверия между горожанами, гражданами и между теми лицами, которые принимают участие в решении вопросов, связанных с городским управлением. Это как раз цифровые платформы, это как раз интеграция того самой бумажной документации в цифровой вид, насколько это максимальная прозрачность, это циркулирование информации на этих порталах и так далее. Очень интересно то, что создание стимулов материальных и нематериальных к поведению благоприятному для города, это тоже один из инструментов, который очень хорошо показывает, как можно цифровые платформы использовать для выстраивания доверительных отношений, когда у нас там происходят игровые приложения, когда у нас различные баллы накапливают участники и так далее. То есть есть целый перечень инструментов, доступных в цифровом формате, как раз связанных с жительственными онлайн-инструментами, которые формируют вот эту информационную безопасность, вот это ощущение наличия социальных связей, которое в дальнейшем превращается в тот самый капитал доверия, который очень важен для эффективного функционирования городских властей. Что интересно, опять-таки, когда мы говорим про то, из чего формируется доверие, это, конечно, первая очередь информация. И тут очень интересное такое, у нас есть опять-таки наблюдение, исследование, которое показывает, что у горожан и у муниципалов, несмотря на то, что у них действительно есть пересекающиеся знания и так далее, разное знание о жизни города, о функционировании городского пространства. Ну, собственно говоря, откуда горожане знают, как функционирует город, откуда они черпают информацию, безусловно, в средневной жизни, из того, что они соблюдают каждый день, поезжая в транспорте, посещая парки, проходя по улицам, и так далее. Это то, что формирует их такой вот капитал знания о эко-пространстве своего обитания. Еще тоже такой интересный момент. Горожане действительно можно разделить на отдельные сообщества, которые обладают специальными знаниями. Что это за сообщество? Ну, вот проживая в городе и обладая одним из параметров, как дети, домашние животные, любовь к спорту, обладание автомобилем, или велосипедом, или самокатом, неважно. То есть один из параметров, даже если у вас есть, то вы, как минимум, уже принадлежите к некой группе граждан, которые обладают специальными знаниями, как пользоваться этим городским пространством. Вы знаете, что если у вас автомобиль, где и какие пробки, как вообще найти место для парковки и так далее. Вокруг дома это особенно актуально, там, в месте вашего проживания. Если там вы мама или папа с коляской, вы точно знаете, где проехать, где не проехать, куда ходить с ребенком, надо, куда не надо и так далее. То есть это такие повседневные практики. Знания, которые, представители, у нас тоже люди, так сказать, пересекаются с этими знаниями, но горожане могут обладать этими знаниями часто, которые, в принципе, не все завещаются в повседневной жизни. Вот очень хороший пример с проектом «Твой бюджет», который на Васильевском острове устроили скейт-парк. Ну, как бы там разные сложности были, но факт то, что героические представители места администрации узнали, собственно говоря, что это себе представляет, какие-то термины новые узнали, те, которые, в принципе, не входили в сферу их интересов. И специфические технические какие-то моменты тоже с этим познакомились и в результате этого проекта в результате получения знаний, специфических знаний на горожане. Что касается муниципалитета и муниципальной власти, откуда здесь черпают информацию о потребности горожан, о том, как вообще, и даже не по потребности горожан, а жизни города. Все представители, которые у нас сегодня присутствуют, вы все прекрасно разбираетесь в нормах, законах, во всей нормативной базе, которая регулирует жизнь городского пространства. Простой обыватель горожан вообще не в курсе, не знает, что, допустим, вот здесь нельзя там поставить стамейку, потому что дальше у нас идет различное родообъяснение, связанное с нормативной, какой-то регулировкой, кому принадлежит землящая территория, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, как функционирует город, вы знаете нормы и правила, вы знаете правила жизни городского хозяйства, и знаете, что самые такие интересные, эти знания связаны с тем, как принимаются решения, функционирование вот этой политической системы на уровне городской жизни. И здесь вот из этого знания, собственно говоря, и получаются ваши действия, которые мы тоже, опять-таки, наблюдаем в повседневной жизни. Но тут очень интересный тоже такой момент. Горожане специфическое знание, муниципалоспецифическое знание, но как, в принципе, эти знания могут объединяться и порождать решение тех проблем, о которых мы с вами говорим. Вот откуда берет знание муниципальные инструктуры о потребностях, о нуждах горожан? Тут мы с вами видим очень интересные вещи, связанные с различными народно-городскими проектами, о которых я немножечко уже упоминала, но чуть подробнее. Это цифровые платформы, запущенные в Москве, в Санкт-Петербурге и не только, во многих городах. Это платформы, вот сейчас вы видите на слайде, допустим, проект «Сделаем город комфортнее». Мы, наверное, может быть, встречали это совместный проект Минстроя, величины Минцифр и так далее. Очень интересно, когда горожане, погружаясь на эту цифровую платформу, собственно говоря, ставят, условно говоря, лайки, то есть голосуют, и этот результат голосования на что-то отражается. Собственно говоря, то, что функция, самое главное, о которой мы говорили в самом начале, что есть возможность повлиять. Но очень интересный момент. Вот этот проект, о котором сейчас я говорю, вот этот «Сделаем город комфортнее», на что он влияет? На что здесь может повлиять горожанин, нажимая на эти кнопочки и так далее и тому подобное? Мы можем повлиять на очередность реализации тех или иных проектов городского устройства. Но нельзя здесь повлиять на то, какие проекты, нельзя повлиять на ход проекта, то есть вы не можете уже, извините, они уже существуют. Вы можете повлиять только на то, когда они появятся, когда они будут реализованы на первом порядке, втором порядке, третьем и так далее. Вроде бы, вовлечение горожан есть. Здесь информацию получают городские власти о том, какова структура приоритетов горожан, но по большому счету это не оказывает значимого воздействия на городское управление. Вот, к примеру, еще один тоже проект, я думаю, вы тоже, опять-таки, все о нем слышали и знаете. Это активный гражданин, который существует, опять-таки, во многих городах. То, что вы сейчас видите, это городской проект Москвы. Очень интересно то, что здесь цифры, которые мы видим в самой нижней строке на слайде, что они показывают, количество зарегистрированных пользователей, принято мнение, это как раз те самые лайки. Что интересно, эта платформа активный гражданин, она интегрирована со всеми платформами, цифровыми услугами, которые представляются в городе Москва, и по большому счету одновременно вы включаете свои действия всех этих платформ, в том числе связанные с проездом метро и так далее, и тому подобное. Как раз интересный московский кейс связан с тем, что здесь поощряется то самое благоприятное для города поведение здесь за лайки. Лайки вы можете конвертировать в различные бонусы, либо дополнительные бонусы на проезд в метрополитене, либо сувенирные продукты и так далее. Но факт то, что активно участвовал в Морске и какие-то бонусы. Но опять-таки, смотрите, цифры. 2 миллиона с половиной граждан включены в этот процесс. И, казалось бы, ну, шоу, собрали информацию, но принимается решение о жизни 11 миллионов на основании вот этих лайков. Опять-таки, здесь нельзя опять-таки, повлиять на саму особенность какого-то проекта. Здесь можно просто поставить нравится и не нравится тот или иной проект. Опять-таки, это сбор мнений, скажем так, а не получение какой-то дополнительной информации, которая могла бы повлиять на процесс принятия политических решений, управленческих решений. Плитов все время вставляют немного другую категорию. Или, да, вот еще один тоже такой проект, я еще пока про Москву, называется «Наш город, Москва». Это проект связан опять-таки с тем, как могут решаться вопросы, связанные, проблемы, связанные с городским благоустройством. Опять-таки, тоже интегрированы во все системы. Мы с вами видим, что здесь можно сообщить о проблеме, да, эта проблема потом отправляется соответствующим структурам, и вроде как бы мы получаем информацию в гаражах. Ну, инициативно ли здесь в гаражах? Опять-таки, это скорее такая обратная связь от гаражан, то, что не видит в муниципальной власти какие-то проблемы, то, что контролируется опять-таки при помощи этой платформы. В Санкт-Петербурге действительно существуют подобные проекты, вот то же самое, собственно говоря, наш город Санкт-Петербург, здесь вы тоже можете сообщать о проблемах, да, использовать вот эти различные формы, жалоб, да, мы видим, что здесь зарегистрированных пользователей гораздо меньше, всего лишь там 200 с лишним тысяч, но это не говорит о том, что у нас менее активные горожане, да, еще раз повторюсь, что эти проекты скорее связаны с получением такого, ну, скажем так, мнения о каких-то вещах с происходящего в городе, но которые действительно серьезного воздействия на управленческие решения не оказывают, да, ну, и тут еще нету этого поощрения активного действия на этих онлайн-форосформах, да, здесь за лайки, насколько я знаю, нельзя ничего какой-то там себе преимуществ получить и так далее, это, конечно, приводит к тому, что цифры у нас, прямо скажем, не очень высокие, вот, что важно, да, смотрите, есть несколько источников информации, ну, вот, управляем мы руководим определенной территорией, да, муниципальным образованием, откуда получать информацию о нуждах граждан, откуда вообще получать, опять-таки, у нас есть замечательные исследователи, которые занимаются исследованием повседневности, да, в том числе и муниципалитетов, и ответ достаточно простой, первое, конечно, это то, что откуда получает информация о том, какие у нас нужды, потребности граждан, это средства информации, я тут еще немного, наверное, не совсем корректно использовала средства информации, потому что мы, конечно, говорим про медиа, не только СМИ, но и социальные сети, да, и так далее, оттуда мы черпаем информацию и представители муниципалитета, вы точно так же черпаете информацию, пытаясь выщенить из этого потока, собственно говоря, какой существует там запрос, допустим, усиление, на что-то, чем довольны, чем недовольны и так далее, да, можно черпать информацию социологических опросов, ну вот я вам продемонстрировала результаты опроса общественного мнения, который проводился на территории всей Российской Федерации, но есть и локальные исследования, которые связаны с отдельными территориями, опять-таки, тоже нам показывают некие тренды в мнении горожан. Тоже важный момент, связанный с личным опытом взаимодействия с жителями, но опять-таки этот опыт взаимодействия в рамках той деятельности, которую осуществляют представители муниципалитета, она определенным образом формирована, находится в определенных рамках, сейчас мы о нем поговорим позже, более подробно. Ну, естественно, представители муниципалитета живые люди, они, опять-таки, простое наблюдение, повседневный опыт тоже дает им пищу для размышления, информацию о том, какие проблемы максимально актуальны или неактуальны и так далее. Но опять-таки мы видим во всех этих каналах коммуникации такой большой вопрос. Собственно говоря, где тут есть возможность у горожан высказывать, свою точку зрения в условиях, когда они действительно свободны, могут проговаривать свои интересы и договариваться о чем-то с представителями муниципалитетов. Мы видим, что вот в этих классических каналах информационных, которые существуют, этой возможности нет. И тут очень интересный момент. Исследователи, когда говорят о существовании вот этого диалога или отсутствии диалога между горожанами, муниципалитетами, они говорят как раз о такой вещи, как в публичном языке. Но если коротко, я постараюсь немного не говорить об этом, не тратите ваше время, но если очень коротко, есть такие прекрасные теории, которые говорят о том, что язык, на котором слова, которые мы используем, стратегии языковые, которые мы сами используем, очень сильно показывают, как мы воспринимаем мир. Вот как у нас прекрасно мультипликционного фильма нашего детства, как вы лодку назовете, так она и плывет. То есть язык формирует реальность. И речевые стратегии, которые мы используем, очень сильно определяются той аудитории, с которой мы общаемся. Ну, вот, допустим, я сейчас с вами разговариваю на лекции, использую определенный регистр, определенный набор лексических конструкций и так далее. Если я бы разговаривала с пятилетним ребенком, я бы использовала другие стратегии речевые и так далее. Всегда есть определенная стратегия. Вы видите аудиторию и вы вырабатываете этот язык. Причем язык вырабатывается именно в ситуации коммуникации. И когда мы говорим про публичный язык, мы говорим о том, что здесь есть определенные проблемы, по поводу которых мы можем говорить. Но вопрос о том, как мы можем говорить. Когда мы, допустим, встречаем разные группы горожан, которые, опять-таки, как мы с вами говорили, что в городском пространстве это частая ситуация, они конкурируют за одно и то же пространство. они часто сталкиваются, у них есть проблемы определенные, они используют регистр языка, который называется регистр конфликта. Допустим, мама с коляской может конфликтовать с собачником. Человек, который ищет место для парковки, выясняет отношения опять же с тем же самым ребятами на велосипедах, которые делят одно и то же пространство. Если пространство не разграничено, если на них смотрят интересы разных групп, то они действительно не могут договориться, поскольку они говорят на таком конфликтном языке. Интересно то, что этот публичный язык, но сейчас определение это не мое определение, это определение исследователей, которые определяют, что это язык неконфликтного и быстрого прихода группы, которые обсуждают умную проблему, к мнению, к общему мнению о том, что можно эффективно сделать в связи с данной проблемой. Вот этого языка у нас, он формируется, как следователи позитивно говорят, но с этим языком у нас большие проблемы в общественном пространстве, потому что вот этих вот площадок нету навыка, нету этой возможности договариваться, искать компромисс вот этого опыта, его очень мало между различными группами граждан и между в том числе муниципальными властями, почему нет муниципальными властями, когда мы говорим про взаимодействие горожан и муниципалитетов, один из каналов коммуникации, это личный опыт посещения, допустим, администрации или там какой-то другой офис, в котором находятся муниципальные структуры. И что здесь происходит? Горожанин приходит в муниципальный офис и в качестве кого он приходит? Он горожанин или она, приходя в администрацию, в сети холл, как кто? Как проситель, как требователь. Почему? Потому что здесь он приходит в дом, в котором главным являются представители муниципалитета. И представители муниципалитета всегда находится в ситуации иерархии. И это неравная коммуникация, это не та коммуникация, которая позволяет достичь какого-то компромисса. Здесь уже определенный регистр общения заложен стенами, пространством. Здесь уже невозможно достигать компромисса, тем самым неконфликтным и быстрым способом. Почему? Потому что действительно пространство формирует правила коммуникации, закладывает определенные ритуалы. Мои коллеги-исследователи на проекте «Твой бюджет» рассказывали о поломке взаимодействия между представителем администрации и участниками этого проекта. Обычно они убирают площадки для коммуникации вне административных заданий, для того чтобы эти правила коммуникации, сложившиеся в административных заданиях, не работали в этой ситуации, а работала бы именно такая свободная зона общения, свободная зона коммуникации. Однажды они воспользовались административными зданиями, и это привело к действительно значительному конфликту. Почему произошла поломка, когда взаимодействие ощущалось на территории администрации, как раз поломка произошла не в коммуникации со стороны муниципал, а в стороны участников этого проекта. Потому что участники проекта скатывались в обвинения, в выдвижении претензий, требования представителей администрации. они пришли на территорию муниципалов. Они пришли, и это сразу стало формировать, влиять на регистр языка. Это уже не публичный язык, это уже немного другой, потому что горожане пришли требовать, требовать, жаловаться и так далее, и тому подобное. И тут в этой ситуации очень сложно прийти к консенсусу. Действительно, здесь не может возникнуть публичный язык. Но вообще, конечно, с публичным языком это очень интересная тема. Если кому-то интересно, вы можете прочитать исследования, которые осуществляются социологами, политологами. У вас такая замечательная книга, уже довольно-таки давно, называется «Синдром публичной немоты», который как раз говорит о том, что нет публичного регистра языка. И он может вырабатываться только в процессе в вот этом коммуникации на равных, когда у нас ясные правила дискуссии, когда у нас появляется наконец-то этот публичный регистр, и когда мы говорим о том, что здесь есть возможность достигнуть компромисса бесконфликтов и достаточно быстрого. Итак, публичный язык. Он может возникнуть, и тогда информация, качество коммуникации у вас будет достаточно высокий. И что здесь важно? И тут важно несколько моментов. В первую очередь, когда мы говорим о том, какие должны быть условия для возникновения публичного языка или условия для диалога, как хотите, это максимальная информация. Если вы хотите добиться того, чтобы у вас выстраивался нормальный диалог с вашими зави, то, конечно, в начале самого диалога нужно прояснить ситуацию и максимальную информацию. Зачем вы встречаетесь? Что вы хотите добиться? И так далее. Максимальная информация. Человек, который приходит на встречу с абсолютной ситуацией неопределенности, вряд ли здесь можно добиться такого неконфликтного развития событий. Это информационное обеспечение одной из самых важных условий возникновения нормального диалога. Второй момент тоже очень важный. Это правила ведения коммуникации, правила диалога, о которых тоже нужно договариваться, чтобы не скатывалось в обвинения, не скатывалось в еждивенческие просьбы и так далее. Это очень важный момент, особенно когда, допустим, выстраиваются такие площадки для общения, допустим, беседы с представителями бизнес-структур или беседы с представителями общественных организаций. Идеально, когда проговаривается этот алгоритм изначально. Причем алгоритм строится таким образом, что учитывается мнение абсолютно всех участников дискуссии. А нет вот этого иерархического представления, что во главе находится у нас представительство власти, а все остальные пришли и высказывают свою точку зрения. Это должен быть, в первую очередь, диалог. И важный момент, площадка для коммуникации. Как говорят исследователи, социологи, которые занимаются проектами по увлечению граждан. Хотите коммуникации, выходите за пределы администрации. В этом случае очень интересно кейсы, связанные с библиотеками, которые, это как бы вторая жизнь библиотек, некоторые еще так называют, когда библиотеки, как такие нейтральные пространства, очень хороши для использования, и они становятся такой площадкой для взаимодействия разных структур, если это удается. И это очень удачный такой потенциал для использования этих площадок и для обновления функционирования этих структур в городской ткани, в городском пространстве. Обеспечить знаниями того, о чем идет речь, это тоже очень важный момент. Прежде чем приходить на подобные структурные встречи, важно, чтобы все участники диалога не только были проинформированы, но приглашались для этого диалога и представители той сферы, которая обладает специфическими знаниями. Решается вопрос по поводу парка, нужно приглашать на эти встречи специалистов, экспертов, которые занимаются благоустройством, озеленением и так далее. Очень хорошо в этой ситуации помогают модераторы. Модераторы, которые, опять-таки, являются сторонними представителями, да и не представители власти, не представители общественности. Чаще всего это представители, допустим, региональных власти, это специально обученные люди, скажем так, которые знают, как вести дискуссию, обладают пониманием того, как подготовить этот процесс, как соблюдать рекламент, график и как регулировать дискуссию так, чтобы это не превратилось в конфликт. В принципе, это небольшие, очень значимые такие требования, требующие большие познания и навыки. Но вот это наличие такого модератора, особенно гитериального, оно позволяет действительно очень быстро достичь взаимопонимания и коммуникации. Важный вопрос еще связан с информацией. Я бы сказала, что для того, чтобы диалог состоялся, для того, чтобы граждане действительно появилось у них желание участвовать в процессе принятия решений по поводу городского пространства, вообще действительно вызвать желание участвовать в чем-либо довольно-таки сложно, особенно если это практика новая, для той иной территории, не устоявшейся и так далее. И тут, конечно, информационное сопровождение собирать может очень положительный уровень. Информация о предмете обсуждения должна быть максимально полной. О каком идет решение речь? Какие у него могут быть последствия? Крайне существенно, чтобы информация преподносилась на очень качественном уровне. Она должна быть, конечно, полной. Дайте горожанам исчерпывающую информацию, чтобы сложилось такое обоснованное мнение по всем вопросам, которые вы хотели бы обсуждать, даже технический вопрос. Пускай она будет избыточной информацией. Конечно, онлайн-платформа в этом плане очень хорошо помогает. Документы типа регламента использования территории и так далее и тому подобное, они должны быть в легкой, простом доступе, если эти вопросы как раз для обсуждения выдвигаются. Эта информация должна быть легкой для понимания. Технический язык, он достаточно сложный, он должен находиться в этом плане. Он должен договориться, а также в голосе голосования будет еще. И если вдруг я договорюсь, может быть... Так, меня слышно? Информация должна быть легкой для понимания. Говорить на языке, конечно, важно, доступно. Информация должна подаваться в той форме, которую может понять абсолютно любой угрожай. Но технические какие-то специализированные документации, они должны быть всегда в открытом доступе. И вот про этот доступ тоже очень много говорят исследователи, говорят о том, что доступ к информации должен быть легким. Распространение информации через интернет, конечно, кажется на первый взгляд самым простым способом, если все хорошо в данном сообществе, с поступом к интернету возможности. Но сейчас вроде бы как бы с этим проблем, особенно в городских пространствах, нет. Но тем не менее, как бы нужно это учитывать. Информация должна быть доступна. То есть не где-то там собирать в разных источниках, она должна быть аккумулирована, собрана на определенном источнике. И мы что с вами получаем? Мы с вами получаем очень интересную вещь, связанную с тем самым доверием, в котором вы, простите... Тем самым доверием, о котором мы говорили ранее, мы говорим о том, что здесь процесс вовлечения граждан, когда мы создаем коммуникационные платформы, такие разного рода, когда мы прикладываем усилия к тому, чтобы формировался тот самый публичный язык. Когда мы говорим про различные формы вот этого вовлечения граждан, мы говорим о том, что создаются такие островки безопасности в обществе, в определенном пространстве. Неважно, в каком локализованном пространстве мы с вами этим занимаемся. Ситуация, которую мы создаем, вовлекая граждан на разном уровне в процесс решения, связанный с городским пространством, меняет отношения друг к другу, отношения к муниципальным властям, отношения к колясочникам, к собачникам, к спортсменам и к владельцам автомобилей. Люди уже становятся такими соучастниками вот этого коммуникационного процесса, и они выстраивают новые связи, горизонтальные связи, в том числе и муниципальные, представители муниципальной власти, которые называются локальными связями, исследователи. Они, эти связи позволяют создавать ощущение безопасности, и в результате, когда мы с вами получаем то самое доверие, о котором все говорят, и которое влияет на итоговый результат того, к чему, собственно говоря, мы с вами стремимся, к лояльности, к высокому уровню доверия, что повышает эффективность функционирования любой власти. Про информирование чуть позже еще вернемся к нему. Что получают горожане? Понятно, что у муниципальной власти в ситуации, когда возрастает недоверие, лояльность, они проще и легче осуществляют свои функции, более эффективны и так далее. Если мы говорим про вовлечение граждан, то мы говорим о том, что в результате мы видим, что происходит такое социальное взаимодействие, когда мы говорим про горожан и граждан, в результате которого среди населения происходит рост такой открытости и доверия, формируются, укрепляются горизонтальные связи, граждане приобретают опыт конструктивной совместной деятельности. Даже взаимодействие с муниципалитетами не приходит к муниципалитетам со словами «Вы должны, вы обязаны». Они предлагают и видят в муниципальных структурах помощников, тех, кто готов вместе с ними решать проблему. Вот эти новые знания и компетенции, они осознают в конце концов в результате свою роль в решении вопросов, связанных с городским пространством. Они чувствуют свою сопричастность к обществу. Это все, опять-таки, в доверии. И они мотивированы к сотрудничеству с муниципальными властями. Это дает значимый и политический капитал, в том числе для муниципальных властей. На такое доказательство существует много разных социологических исследований. Нам приведу вам одно из них. Это исследование, которое проводилось в Тверской области. В Тверской области реализуется проект о местных инициативах. Вторую половину нашего сообщения об этом поговорим немного. И здесь сравнивается отношение к муниципальным властям, тех граждан, которые принимали участие в этом инициативном бюджетировании, и тех, которые не принимали участие в инициативном бюджетировании. Что мы с вами видим? Те горожане, жители, граждане, которые принимали участие в этом проекте, рассматривая свои отношения с местной властью, с главой местного управления, с администрацией муниципального образования, как партнерские, и считает, что муниципальные власти их защищают, способны ставить их интересы на разных уровнях управленческой вертикали. Те, которые, соответственно, не принимали, у них совершенно другая картина мира складывается. И уровень доверия, то, что вы сейчас видите как раз на экране, респондентов, граждан, которые принимали участие в проектах обнициативного бюджетирования, гораздо выше, в два раза выше, к примеру, чем у граждан, которые не участвовали в этих проектах. Мы с вами видим просто наглядную картину того, как меняется картина мира у граждан, у граждан, которые увлекаются в процесс принятия решения в городском пространстве. Совсем другое отношение к муниципальным властям. Я бы хотела еще просто обратить ваше внимание вот на что. Почему нужно быть готовым, когда, допустим, вы повышаете эффективность коммуникации, или заново устраиваете диалог, или повышаете интенсивность этого диалога с гражданами. Возникают, конечно, некоторые вещи, к которым нужно быть готовыми. Первое, это, конечно, то, что нужно постоянно информировать. Информировать через разные каналы, потому что времени у нас уже не так много осталось, я чуть позже об этом скажу, в второй части. Но, тем не менее, информировать необходимо. Второе, нужно быть готовым к тому, что лица, ответственные за принятие решения в городском пространстве, должны научиться правильно реагировать на высказывания людей. Какие-то, действительно, мнения горожан нужно учитывать, а какие-то, к сожалению, вы не сможете учитывать по разным техническим причинам. Научиться вот как раз функционировать в этой сфере публичного языка, чтобы горожане продолжали быть вашими активными соучастниками в процессах, связанных с городским управлением. И еще тоже такой важный момент, к которому тоже нужно быть готовым, да, это то, что, возможно, придется обучать персонал для того, чтобы действительно организовывалось. Или как это происходит, допустим, в Санкт-Петербурге в рамках правительства бюджета, когда комитет по финансам, да, у нас есть возможность приглашать модераторов со стороны, которые организуют эту общественную дискуссию. Да, потому что часто складываются конфликтные ситуации. У нас еще, еще раз повторюсь, нет пыток самого публичного языка. Как управляться с этими рассерженными, допустим, гражданами. Как подбодрить, как убедить в том, что не нужно стесняться высказывать свою точку зрения, свое мнение. Ну, об этом чуть позже, об инструментах мы с вами поговорим через, после небольшого перерыва. Спасибо. Я готова отвечать на вопросы и ваши вопросы, комментарии. Вопросы, предложения, комментарии, может быть? Вопросов нет. Большое спасибо за интересный такой вот маленький семинар. Спасибо большое. Ну, хорошо, спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Наталья, за семинар. И ждем снова вас через полчаса в 11.30 будет следующий семинар в серии. Спасибо большое. До свидания. Выключаем. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...